Добрый день. Ежедневно из Латвии выезжают люди, выезжают как на запад, так и на восток. Конечно же, большей частью это русские люди, которые едут, а некоторые прямо бегут в Россию. Сегодня с нами на связи одна из таких семей, которая ехала в Великий Новгород, и они очень счастливы, очень довольны. И даже для меня стало удивительным то, что они устроились очень быстро и очень легко, у них все идет. С нами на связи Виктория. Виктория, здравствуйте. Добрый день. Где вы находитесь сейчас? Как давно вы ехали? Мы переехали из Латвии в октябре месяце, в начале октября, в чудесный город Великий Новгород. Почему именно этот город был взят за основу? Почему именно туда? Много же городов есть. Ну, мы уезжали по программе переселения. Там все-таки есть определенный список регионов, куда можно. Выбирали Великий Новгород, наверное, больше потому, что в какой-то огромный мегаполис немножко страшновато было ехать после небольших городов Латвии. И также как бы близость к границе играла свою роль, потому что все-таки остались еще родственники в Латвии, с которыми, ну, как бы необходимо поддерживать связь. И в Новгороде у нас была знакомая семья переселенцев, с которыми мы точно были знакомы в Елгаве еще. И они вот переехали сюда два года назад и предложили как бы на первое время нам немножко какую-то помощь, чтобы не потерялись, не растерялись. Поэтому все-таки поехали сюда. Такое землячество маленькое, да, получилось? Да. А вы сами из Елгавы? Вообще из Даугавпилса, из чудесного города Даугавпилд. Потом со временем с семьей мы переехали в Елгаву, поближе, так сказать, к столице. Но вот все-таки и там не ужились и решили переезжать на этническую родину, так сказать. У вас семья какая? То есть вы муж и дети. Расскажите, кто еще есть в вашей семье? Ну, переехали мы, да, составом таким. Муж и двое детей. У меня оба сына. Одному 14, одному 3,5 года. В Латвии остались, ну, родители. Родители мужа, мои родители. Это как бы из таких, ну, ближайших родственников. Ну, вы решили уехать. Почему? Ну, я не знаю. Наверное, все-таки ключевой фактор – это родная среда. Русская родная среда. Дети образования. Потому что еще в седьмом классе я посмотрела учебник сына по русской литературе. И, если честно, мне стало просто страшно, что оттуда пропадает абсолютно вся классика. А хочется все-таки, чтобы дети знали, как бы, свои традиции, свою культуру, свою историю. И это, наверное, было все-таки таким самым сильным мотиватором. Дети и вы как-то уже устроились. Совсем немножко времени вы находитесь в России. Но я так понимаю, что вы довольны. То есть у вас все получается. То есть дети, я так понимаю, в школе, в садике, да? Да, да. Совершенно верно. Вообще я хочу сказать, что просто Россия нас приняла вот, ну, как бы, с распростертыми объятиями. Мы, когда переезжали, у нас была небольшая заминка на границе непосредственно. Там нам немножко неправильно оформили документы. И мы два дня зависли уже в Новгороде на таможне, пытаясь получить свои вещи обратно. Потому что вещи отправили без нас сюда. И это был единственный такой большой стресс. Все остальное идет, как бы, без сучка и задоринки, как говорится. С документами проблем нету. В принципе, люди идут навстречу, даже если где-то какие-то моменты. В школу мы попали практически сразу. Мы в октябре переехали. Сначала была та подготовка документов. Пока это в медкомиссии. Все, мы бегали. Как только все устаканилось, уже вот к концу ноября у меня старший сын пошел в школу. А младший в декабре пошел в садик. То есть места как бы дали без проблем. Никакие там палки нам в колеса не вставляли, что мы иностранцы и нас как бы не примут. У вас статус какой сейчас? Вы получаете ВНЖ или вы через РВП проходили еще? Мы проходили через РВП. И РВП у нас уже в кармане. Несмотря на такой короткий промежуток времени. А работа? Как вы устроились? Работаете? Да. Муж вообще без проблем устроился. Он в Латвии работал на заводе. Как бы на станке, скажем так. И пошел здесь также на работу на станок. На небольшое картоновое предприятие по производству. Картоновое изделие из картона. Практически с третьего, наверное, собеседования. То есть открыть ВИТО, сделать пару звонков. И вот на третий раз он уже его как бы согласились взять. Даже еще без статуса РВП. То есть абсолютно, как абсолютного иностранца. Он рассказал свою печальную историю переселенца. И люди как бы согласились его взять на работу. И очень хорошо приняли в коллективе. Коллектив у них тоже интернациональный там. То есть все отлично, все супер. А вы как? Я пошла на работу немножко позже. Потому что, ну, пока загвоздка была с садиком немножко. Пока мы попали в садик. Пришла, у меня недалеко от дома здесь есть торговый центр. Пришла в магазин купить сыну обувь. Видела, что у них висит объявление, требуются работники. И попросила позвать какого-то старшего по магазину. Спросила, что требуются ли вам работники. Я хочу работать. Мне сказали, приходи завтра, пожалуйста, работай. На вопрос, берете ли иностранцев на работу. Мне вот руководитель ответил, а какая нам разница, если человек хочет работать. У вас РВП уже было? Нет, у меня тоже ощущение было РВП. Вы первые люди, которых я знаю даже без РВП, кого наработали. Вы знаете, такая вот история, что мы-то приехали по программе переселения. И на самом деле вот эта зеленая книжечка наша, удостоверение переселенца, она может творить чудеса, если ей грамотно распоряжаться. Вы ее показываете, в принципе. То есть все равно как бы так показываете. Да, работодателям приходится немножко объяснять, как бы кто мы такие, зачем вообще приехали и что эта книжечка дает. Но да, в федеральном законе прописано, что она является как бы тем самым нашим разрешением на работу. По налоговому обложению мы приравниваемся к гражданам России. То есть нас мы не должны брать как с иностранцев. И ну как бы все на деле выглядит намного проще с этой книжечкой. Потому что вот кого я знаю, ну я сам, собственно, тоже когда начинал с РВП, это разрешение на временное проживание, на работу практически не устроится. То есть я даже не знаю таких людей. Вы первые, кого я знаю из Латвии, кто с РВП смогли устроиться на работу. Поэтому я говорю, Россия нас приняла с распростертыми объятиями. Все идет, ну прям супер. Когда я увидел ваш ролик в ТикТоке, я поэтому удивился, что все равно кто-то где-то как-то в чем-то сомневается. А вы прям так радужно по всем этом говорили, что так все здорово. Ну то есть я понимаю, что морально у всех такие примерно чувства, но все равно есть какие-то сложности. А вы прям вот очень гладко прошли все этапы. Да. Вот у меня здесь знакомые, вот переселенцы, про которых я говорила, они уже так, ну, пошучивают. Говорит, Россия вам доставила неприятности на моменте въезда, говорит, значит дальше все должно быть по плану. Что там была за проблема, кстати? С чем можно столкнуться, перевозя вещи? Вообще, я так понимаю, что наш такой был случай уникальный, потому что я даже с границы, когда созванивалась с латвийским представительством МВД, мне оттуда сказали, что мы вообще не знаем, как они до такого додумались, таможенники, почему, ну, как бы такая сложность возникла. Получилось так, что мы приехали на границу Латвия-Россия, российский КПП у Былинка, и там таможенники абсолютно удивленными глазами на нас смотрели, вот на эту книжку, что мы переселенцы, и вообще, как бы, первый раз, по ходу, сталкивались с такими людьми. Ехали мы двумя, как бы, семьями, с нами ехала одна семья по соглашению, это немножко другой вид переселения, и мы ехали по зеленой книжке. У нас была заказана одна большая машина с вещами, и получилось так, что таможенники решили, что, так как у нас нету миграционного учета в России, хочу отметить, что до этого в России мы не были, мы не были в Великой Новгороде, мы ехали сразу в один конец. С вещами. Вообще не были в Райску? Никогда? Когда-то были. У нас дальние родственники в Ладейном поле живут, это Ленинградская область, и были в гостях в Питере. Ну и вот они, в общем, решили, что нам нужен миграционный учет, нам нужна какая-то регистрация, якобы по причине того, что нам некуда ввести эти вещи. Все разговоры о том, что у меня есть снятая квартира, которая, ну, меня уже ждет, и вот мне только надо прийти утром в МФЦ и оформить эту регистрацию. О том, что у меня есть там друзья с целым домом, в который, ну, как бы я тоже могу, в принципе, эти вещи ввести. Абсолютно никакие уговоры они не слышали, требовали вот эту регистрацию, и в итоге вот отправили нас, ну, как бы нас через границу пропустили, но наши вещи, как бы, затаможили и отправили на таможенный пост в Новгороде. Ситуация складывалась так, что утром мне нужно было идти делать регистрацию, и уже только с этой регистрацией ехать на таможню, забирать вещи. Так как там тоже свои у них есть процедуры, в итоге все это дело растянулось на двое суток. И мы приехали, получается, в четверг утром, а вещи мы получили только в пятницу, там, к ночи практически. Долго. Ну, в итоге все хорошо закончилось. Ну, помимо того, что мы вещи не могли получить, я еще и схлопотала административное таможенное нарушение. Опять-таки все смеются, говорят, ну, ты, как всегда, в своем репертуаре не успела въехать в границу, а уже засветилась. Это штраф? Штрафа, слава богу, не было, но нарушение нам вписали в плане того, что опять-таки из-за таможни, которая неправильно оформила документы, и вписала меня как лицо, перевозящее свои вещи. Хотя вещи были в машине, ну, как бы у перевозчика. Он должен был указан быть, ну, как перевозчик. Когда на таможенный пост въехала машина, в которой был за рулем перевозчик, это и послужило поводом как бы вот к административному нарушению, что мы нарушили таможенное законодательство. Но, слава богу, на таможне тоже оказались люди, пальчиком погрозили, и все обошлось. Да, это в России так бывает. Тут люди очень душевные бывают на самом деле. Хорошо, то есть, в принципе, это была единственная проблема, с которой мы столкнулись, да, вот это все пребывание в октябре. Хорошо, а вот эта семья тоже интересная, которая живет где-то там рядом с вами, они давно уехали? Они здесь уже два года. Да, и они уже так, ну, плотно стоят на ногах, у них уже свой домик, своя небольшая земля, дети также все пристроены, то есть, ну, как бы радуются жизни и говорят о том, что, ну, не жалеют вообще, как бы, ни минуты. В Риге, в Елгаве или в Риге, где у вас, недвижимость какая-то была? Что-то вы продали или у вас ничего не было? Нет, мы ехали с небольшими накоплениями, просто, как бы, из чистого энтузиазма, так сказать. То есть, вы вообще, по факту, просто в чистое поле переехали, не имея ничего способа? Практически, да. Практически, да. Но у меня был такой план, что будем все вопросы, все решать на месте по ходу их поступления, и, как оказалось, все не так сложно. Потому что очень многие люди, которые как раз хотят переехать, для них это вот и есть последний такой рубеж, который они боятся переступить, потому что нет денег, нет недвижимости, или там недвижимость слишком дешево, стоит бояться, что они не смогут каким-то образом уже заработать в России эти деньги. То есть, вы вообще бесстрашны. Ну, можно и так сказать. Мы же ехали домой. Тоже верно. Согласен. Какие у вас планы на будущее, что вы думаете дальше делать, оставаться в этом городе? Я так понимаю, три года надо прожить, да? Да. Пока планов, как бы, уезжать никаких нету, пока город, как бы, очень устраивает, все, как бы, все с городом в порядке, инфраструктура, как бы, и для детей все есть. Пока планов к переезду отсюда нету. Поэтому ближайшие планы, это, конечно, получать гражданство, претендовать, как вот подсказывают даже местные жители, которые готовы, согласно, делиться социальными благами с нами, получить материнский капитал. Россия, вот такая щедрая душа даже, иностранным детям, рожденным в других странах, предоставляет материнский капитал, вложить его, как бы, в недвижимость или в ипотеку, и уже устраиваться, обживаться на полную, так сказать. Материнский капитал можно получить задним числом, да? Я просто не знал. Да, если мы вступаем в гражданство, дети получают гражданство, да, мы имеем право получить материнский капитал. Здорово, чудесно, тогда вообще это вам поможет очень сильно. Хорошо, здорово. С чем столкнулись, ну, скажем, вот, чем отличается жизнь в России от жизни в Латвии? То есть, вот, может быть, какие-то были моменты такие интересные, которые вы подмечаете, удивляетесь, какие-то слова новые для вас? Ну, то есть, я тоже с этим сталкивался, когда впервые приехал, то есть, говорил какие-то слова, понимал, что меня реально не понимают местных жителей. Это какие-то уже диалекты, которые в Латвии родились и вошли в русскую среду. То есть, вот с чем с таким образом вы идете? Да, так как я работаю в магазине по продаже одежды и обуви, первое время меня смущали покупатели, которые приходили и говорили, есть у вас обувь там со змейкой или наоборот без змейки. В моей голове сразу всплывали какие-то там броши в виде змеи или из кожи змеи. Оказалось, что это просто молнию подразумевают. Слушайте, даже я не знаю, может быть, это какой-то уже диалект наоборотский. Я такого не слышал в Москве. Может быть. Так же с сахаром. Почему-то, когда в магазине спрашиваешь сахар, предлагают все время сахар в кубиках. Надо поинтересоваться в песок. Что очень классно, что мне вообще нравится, что отпала у меня в голове вот эта мысль, когда приходишь в тот же банк или в какое-то государственное учреждение, мысль, а с чего начать разговор, с какого, на каком языке, с какого слова, потому что в Латвии все-таки больше на государственном языке, в государственных учреждениях нужно общаться. Здесь в любое учреждение приходишь как к себе домой. Здорово. А дети? Как дети воспринимают перед детством? Ну, наверное, больше к старшим относятся. Младший, наверное, не особо сильно понял. Младший первое время очень скучал по деду, по-своему, потому что у него с дедушкой в Латвии очень такие прям теплые-теплые отношения. В целом, как бы, ну да, он, наверное, особо как бы не прочувствовал вот эту разницу все. Единственное, что воспитатели в садике тоже рассказывают, его так интересно слушать, он когда что-то говорит о чем-то, он всегда говорит, а у меня в России. То есть делает вот акцент на то, что он в России. Говорит, от наших местных детей, ну, как бы, такого не услышишь. Старший, когда планировали переезд, у нас как бы был такой семейный совет, на котором уже старший ребенок участвовал. То есть ему тоже задавался вопрос, хочет ли он, готов ли он. Он поддержал, был готов, причем я его предупреждала о том, что я не могу предсказать, как пойдет, возможно, ну, как бы там и денег не будет хватать первое время. Готов ли ты, ну, к таким трудностям. На что он сказал, мама, я готов на все. Только увези меня. И в школе вот приняли отлично, с учебы ушло дело в гору. Учителям мне понравилось то, что, ну, очень, как бы, проявили такую инициативу, вызывали меня в школу, общались со мной, подсказывали, как я могу ребенку помочь в домашних условиях. Очень волновались, как сын воспринимает уроки патриотичного воспитания. Вот то, что каждый понедельник гимн включают, классные часы на тему разговора о важном. Сын, как бы, очень, очень доволен. И даже был такой один момент, слышу, поет что-то со своей комнаты. Захожу, он сидит в наушниках и поет гимн России. Ничего себе. А его, кстати, аргументация какая была? Когда вы его спрашивали, почему он сказал, что готов на все, на лишение? То есть, ради чего он хотел уехать? Он хочет учиться на русском языке. То есть, он, как бы, довольно такой неглупый парень у меня. А из-за того, что все-таки в Латвии образование в большинстве на латышском языке, где-то что-то он недопонимает, где-то он что-то не может догнать. Самостоятельно на латышском языке ему тяжелее найти какую-то информацию, чтобы вот догнать. И, соответственно, и учеба у нас с каждым годом стала все падать и падать и падать. И вот его мысли были такие. Вообще, может быть, уже говорил, кем хочешь стать или что-то такое. Нет таких планов у него. Просто возможности в России, они гораздо шире, чем, понятно, в Латвии. Да, еще, наверное, год назад он говорил о том, он интересовался очень сильно космосом и говорил о том, что хочет стать астрофизиком. Шансы есть. Да, шансы есть. Но пока вот тоже он немножко тут расплылся. И, говорит, я пока ничего не понимаю, не могу, не знаю, не определиться ничего. Потому что столько, вот, как вы говорите, возможностей. Можно растеряться. Я хотела бы, можно еще немножко один момент упомянуть? Я попала, в общем, в такой социальный проект в Телеграм-канале «Путь домой». Там огромная такая группа энтузиастов, единомышленников, соотечественников, которые помогают информационно людям уехать, собрать необходимые документы. То есть информация подается довольно структурированно и практически круглосуточно. Поэтому буду очень признательна, если упомянете. Возможно, людям пригодится эта информация. Мы будем рады всем, кто хочет вернуться домой. Чуть-чуть больше расскажите об этом. Значит, это где нужно искать и что это такое? Это Телеграм-канал «Путь домой». Так и называется «Путь домой». Хорошо. На данный момент основателями являются переселившиеся немцы, скажем так, те люди, которые еще в Германии, но планируют переехать в Россию. Больший поток там, конечно, находится людей, кто в Германии планирует переезд. Ну, теперь там появилась я, так сказать, куратор прибалтийского направления. Поэтому информацию будем давать уже более обширно. И, ну, там можно подчеркнуть для себя, в принципе, все необходимое. То, чего не хватает, если есть какая-то каша в голове, непонятно, с каких документов куда начать. Администраторы практически круглосуточно в сети и подскажут, расскажут, то есть разжуют прям все. То есть это просто ресурс, который помогает людям, желающим вернуться или приехать на постоянное место жительства в Россию, советами, я так понимаю, да? Да. То есть мы, в принципе, с вами еще и состоим в другой группе, которая тоже соотечественники, европейские. Тоже там помогают люди друг другу, подсказывают. Ну, путь домой, он такой, я не знаю, наверное, уже более, более, наверное, на таком уровне, чуть повыше. То есть там именно такая структурированная подача информации. Есть у них отдельный чат, где только документы прикрепляются, то есть все бланки там со списками документов, какие нужно. То есть, ну, как бы все можно найти, и люди с таким, ну, большим опытом и багажем знаний, планы не переселения. Хорошо, но это очень здорово, потому что реально людям не хватает информации, и лично ко мне тоже очень многие обращаются. И через телеграм-канал, и личные сообщения пишут, потому что тоже я иногда не знаю, что ответить, и с кем свести, чтобы людям дальше помогали и объясняли все. Ну, да, у меня вот так получился мой ТикТок, то есть я сняла там первое видео о том, что все, мы уезжаем. И на меня посыпался такой огромный спрос, такой поток людей, которые хотят знать, как вообще с чего начать. И вот как бы просто из-за этого одного видео появилось такое сумасшедшее желание помогать, рассказывать, вводить людей в курс как бы дела, что все-таки это не так страшно и не так сложно. Здорово. Это очень хорошо, это всегда востребовано. Спасибо большое. Желаю вам тогда, получается, не только устроиться самим, но и помогать другим людям также переезжать, находить свою вторую родину, которая, видимо, потом станет первой и самой главной. Спасибо большое. Спасибо вам. До свидания. Спасибо.